что мои дорогие друзья сегодня мы немного поговорим об охоте на лося с собакой главный виновник сегодняшней охоты соболь идем охотиться погода минус один наличие зверя в лесу явно я бы даже сказал зверя наших местах очень много подъем по-любому должен быть зверя соболь гонят почти на каждой охоте но почему-то зверь не стоит опытные охотники может быть дадут какие-то наставления собака лает работа от по зверю на метрах в 15-20 от него не навязчиво спокойно облаивать а зверя не бросаться зверь не стоит конечно на мой взгляд наверное от зверя все зависит какой он трусливый или нет но последнее время почему все такие луси попадаются не стоят вообще жду рекомендации от профессионалов я в этом деле не сказать что большой профессионал но хочешь уже давно олег охотиться давно на лося без мяса в принципе не остаемся но почему-то в этом году дверь плохо стоит под собакой не знаю почему сейчас собачка разбегаться обычно когда она заходит в лес вчера он был на охоте может быть немножко устал сейчас зайдет в лес разбегаться немножко начнет работу начнет искать до собака работают по зверю с часа три не больше то есть больше 3 часов на ран по нему не работать правило нас заселось уходит за речку сейчас речка в разве собака оставляет его за ним не идет в принципе воды не боится но почему-то через реку не уходит у нас такая местность что как бы не везде можно переходить зверя переходить собаку на технике зимой со снегохода до в осеннее время грязь из лякоти сделать невозможно поэтому может быть и хорошо что собака не уходит на предельной дистанции использую на охоте систему навигации гармин альфа 50 очень хороший навигатор не реклама рекомендую всем отличная штука цена у нее заоблачная очень хороший навигатор друзья сейчас да хочется отметить особенности лосья сам у нас стоит по вырубам по делянкам по волокам правило захожу на делянку всегда готов к стрельбе оружие на изготовку собака может любой момент поднять двери по нему нужно будет выстрелить это так очень любит здесь такие вот места осенники мелкую подросшую такую чапыгу собачка семенец впереди ищет но всему свое время как начнет работать по зверю я включусь и буду показывать это на навигаторе непосредственно по делянке первая лежанка лосья делянка лось ребят редко когда ложится в саму делянку в основном на окраине леса на опушке ну может быть от 10 до 100 метров от окраины леса он любит ложится собака обнюхала ищет пытается разобраться конечно по снегу по снегу собаки проще разобраться пусть работа охотиться в осенний период нужно придерживаться вот таких мест в наличии зверя явно следов много лось кормится как молодым подростком таки поваленными осинами там будет площадь большая ветром частенько заваливают осинку поэтому друзья вставайте со своих теплых диванов идите охотиться в лес собаками без собак на рябчика на зверя на все что угодно это очень интересно увлекательно это способствует вашему здоровому физическому развитию конечно же это масса впечатлений и приключения говорю не громко потому как нахожусь местах присутствия зверя сейчас идем дальше там снова будет деленка буквально через километр надо чуть побольше так друзья в очередной раз выходим на врубку очень она большая получается туда вдаль на метр с метров шестьсот потом поворачивают еще так метров шестьсот собачка ищет двери так сейчас обойду ее с той стороны в это место лосей как магнитом тянет конечно все связано с кормовой базой будет работать сегодня или нет как мы сюда не заходим она сюда поднимает луся сейчас ружье делаю на изготовку карабин и иду за собакой там лежат осины погрызем мы лосем в конце делянки сейчас я подойду если есть свежий свет то собака обязательно пойдет в таких охотах друзья важно очень важно ориентироваться на ветер направление ветра учитывать чтоб он дул на вас в крайнем случае в сторону потому что зверь лось зверь очень чуткий и малейший запах человека с места его подрывает она сильно вся объединена я подойду сейчас и включусь что ребят сказать относительно поиска собаки поиск не должен быть большим километров метров от 100 до 500 это очень хороший поиск собачкой главное прихватить средство все остальное уже все остальное уже дело техники говорится и опытности охотника конечно мастеровитости собаки особо ли обходит этот завал рестораны прошлый раз мы здесь подняли лоси хузов мяло сенками сигалетками собачка так идет уверенно уходит посмотрим что удосы найти ну что друзья давайте мы с вами и соболем немножко перекусим на соболешь немножко поесть сегодня в нашем уходничьем мешке как ты думал соболёк соболюха бегал за кем-то мужики лаял не знаю по поведению то вроде лоси лаял по факту не знаю не успел я подойти так усядемся вот здесь середина ноября в лесу кипуинь разу 2 на тепла 3 может никак зима не наберет свои законные права да соболюха ну как ты думаешь что нам сегодня положили с тобой так что у нас имеется посмотрим имеется шейка ветчинная по-новгородски собак твоя любимая шейка ветчинная по-новгородски как ты любишь мало мало перекусим сейчас время обеда 12 часов эти-ка парнем легче крови затем шейка ветчина по-новгородски собак твоя любимая и стерни жгу тепло как обычно все очень люблю я обедать бубриных пилорам рядышком она отпуск мой подходит концу друзья ничего не могу сказать пока хожу охочусь каждый день то уж как бог даст 8 мили без него но еще времени конечно вагон буду приезжать частенько хотелось бы конечно снега по снегу поискать свежих следов немного чтобы выше голени ну чё соболёк тебе дать перекуса хочешь сделать тебе сейчас дадим тебе перекус сейчас много дадим вкусно друзья рюмашка бы не помешала соболюшка на на вот тебе собаку кормим едим то же самое что и собака как положен это же тоже член 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 команды его нельзя обижать у нас мужик хороший работяга давать стал право лениться но ничего набрала собака оборудовую работу от получил как положено как и раньше все как и должно быть чай куча чем бахнем соболек цыкаешь и чай не пьешь я на попью разговариваете с собакой всегда разговариваете а все понимаю как закупорил это да заклинило капитально на перчатку попить бы чаю то не могу открыть вообще даже не проворачиваться да ребят еще раз порекомендую навигатор garmin альфа 50 это хороший помощник в лесу очень хороший стоимость конечно большая но если у вас собака обязательно разоритесь дорого очень дороги но очень качественно и надежно мне надо и пошло и пошло и поехало пошло до соболюша часть лимона очень вкусно наливаю сразу полную кружку так как здорово хочу попить вам тоже рекомендую положить что-нибудь в рот можно запить можно закусить давай не скучайте мужики сейчас едим и идем дальше речка за речку не суюсь потому что время уже обед если осунешься собака поднимет лося это все хана очень бы хотелось большую часть своей жизни проводить в лесу но семья работа обстоятельства вынуждают ехать в город не у меня у одного так многих я думаю что я вернусь я должен вернуться соболь вылизывает банку от кайфа аж глаза закрывает очень ему нравится ветчина аж от кайфа глаза закрывает молодец соболюша молодец 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 ешь давай ешь субтитров аж от кайфа Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Собака, ребята Субтитры создавал DimaTorzok Ох, собалек, молодец, как вы Мне подпустил лухарь Еще с нанометров за 70-80 сорвался Я не вижу, просто не могу просмотреть сквозь деревья По кому работает там, бля Ищу по низу, ноги еще белые, лосиные Чтобы сориентироваться, где зверь А он по лухарю Ушел за зайцем, нашел глухаря Низ как будто сидел над ним Это ядовенная матрена Ладно, что делать-то Выхожу На брусику Набелился Сегодня Идит твой хать Но адреналина, конечно, сегодня хапнула Адреналина сегодня хапнула Тут рядом деленка, бля Вот на бухаре орет Тут мой лось, бля А то оказался вовсе и не лось Это оказался вовсе и не лось Набегался парни сегодня вообще Капитально, бля По навигатору 60 на 600 метров Смотрю, собака лает Усерно Подошел на 400 Услышал лай В лесу как-то немножко глухо Поэтому лай глухо слышно Тут деленка, думаю, наверняка луся поставил А он по глухарю А я в азарте обним Что-то мелькну впереди Что-то мелькну впереди А я в азарте Наверх-то и не смотрю Все по низу выгляду Он сейчас только мелькнет Голосишка Я ему всажу По самой небовы Бочка идёт Ребята Да Вот это агрота Адреналин просто бешеный То лоси, то глухари, то зайцы И всё буквально за каких-то там Минут 20 Даже полчаса Всё быстро очень так Динамично Да Да, почему ещё буду думал Тут дерево видно Прям съедено Сейчас подойду покажу У меня уже как бы даже Илая так азартная Вон туда пачка на него кирплят Он-то не хорошо лает вообще-то, да? Он по ней лает здорово Я уж не спешу Всё аккуратно делаем У меня птица просекла А он сидел наверху А он сидел между полдверю Поэтому и просёк Вот такой я недотёпа, парни Вот такой недотёпа Скажете, наверное, вы Что делать-то? Походу такой, да? Походу такой Куда делаться-то? Не суметь быть Специалистами и профессионалами Такой Кому-то надо и таким быть Ладно Собака на 500 метров Что-то он разбегался, разыскался вообще Капитально А пока нам до дома ещё Трёх упилить Давайте День сегодня был на самом деле Насыщенный Трудовой такой Но без дичи остался и без лоси Извините, что не удалось вас порадовать Удачными выстрелами Бывает парни и такое Это лес, это охота Это не в хлев пришёл Корову забил Вот здесь надо побегать Задавайте Всем удачи Всем удачных охот Море адреналина Не скучайте Заходите на мой канал Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...